Валерий Седов Работники Рязанского нефтезавода сегодня вышли на уборку улицы Весенняя. Протяженность участка почти километр. И эту территорию нефтяники убирают уже не первый год. По уже сложившейся доброй традиции. Улица Весенняя. Двухэтажные дома выглядывают через распустившуюся черемуху, благоухающую на всю округу. Ранняя весна наполнила эту приятную улочку радостными оттенками зеленого и цветущими деревьями. А рабочие нефтеперерабатывающие компании приступили к традиционной уборке. С 1 апреля в городе Рязани проводится месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Все мы, жители города, хотим жить в чистом, благоустроенном городе. Участие нефтяников в благоустройстве за многие годы прочно вошло в жизнь улицы Весенней. К делу заводчане подходят на совесть. Убирают всегда чисто. Ежедневно наводить чистоту выходят 25 человек. В арсенале нефтяников 5 единиц заводской спецтехники. Трактор, щетка, поливомоечная машина, самосвал и погрузчики. Ежедневно с улицы протяженностью 2 километра вывозят порядка 20-30 тонн мусора. Уже даже затрудняюсь сказать сколько лет, но, наверное, больше 15 лет. Улица Весенняя, в весенний и в осенний месячник проводится уборка, убираются старые ветки, выводятся листва и другой случайный мусор. Привлекаются как сотрудники предприятия, так и техника. Большое спасибо за такой социально ответственный подход сотрудникам нефтеперерабатывающих компаний и их руководителям. Силами нефтяников от зимней грязи очищают транспортную и пешеходную дороги, бордюры, обрезают деревья и кустарники, с обочины газонов вывозят бытовой мусор. Уборка весенней продлится до конца недели. И это лишь одно в череде социально значимых мероприятий компании. В вопросах охраны окружающей среды Рязанская нефтеперерабатывающая компания реализует целый комплекс эко-мероприятий. В первом квартале этого года в Рязанской области построено 3375 квартир, общая площадь которых составила четверть миллиона квадратных метров. Об этом сообщает Рязаньстад. Половину всего этого объема ввели в Рязани. За счет собственных и заемных средств в регионе построено 783 дома общей площадью 122 тысячи квадратных метров на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 94 дома общей площадью почти 7,5 тысяч квадратных метров. Доля индивидуального домостроя в общем вводе жилых домов составила 48,5%. Впрочем, в топе регионов единого портала застройщиков Рязанская область на 67 месте, поскольку в среднем один дом в регионе возводят за 1150 дней. Работу территориального фонда обязательного медицинского страхования необходимо трансформировать. И в первую очередь внести изменения в его электронную информационную систему. Об этом заявил губернатор Павел Малков. Он назвал сферу здравоохранения своим личным приоритетом, а ФМС неотъемлемой его частью. Реформирование территориального фонда УМС дело практически решенное. Да, бюджетные расходы у него ниже доходов, да, почти в половину сократились транше в другие регионы, что говорит о том, что рязанцы все чаще стали лечиться у себя в области. Да и в целом цифры бодрые. Доходы бюджета фонда за отчетный период 4,4 млрд рублей, что меньше, на 8,8% аналогичному периоду прошлого года, исполнены на 25,1% годовых назначений. Уменьшение обусловлено получением в первом квартале прошлого года, опережающего авансирование из Федерального фонда УМС в сумме 873,4 млн рублей. Полученные финансовые средства направлены медицинскими организациями на закупку лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, необходимых для оказания медицинской помощи. Все это, конечно, здорово, но в век цифровых технологий работа через электронные информационные системы – это движение вперед. В этом смысле Рязанская область после обновления делает пока только первые робкие шаги. Мы вынуждены внедряем новую медицинскую информационную систему. Я говорю слово «вынуждено», потому что по факту у нас медицинской информационной системы не было. Мы сейчас с нуля фактически этот проект реализуем. Из-за этого есть определенные проблемы, и нам надо очень быстро все остальные регионы догнать. Невозможно привести в сферу здравоохранения нужный вид, не затронув при этом взаимодействие с территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Поэтому я здесь вышел с инициативой, знаю, что сейчас несколько регионов будут очень серьезно под контролем федерального министерства пересматривать процессы внутри терфонда ОМС, все это обсуждать с учреждениями здравоохранения, выстраивать прозрачные понятные процессы, и все это делать на новой информационной системе. «К собственной информационной системе ФОМСа у губернатора сегодня есть вопросы, поэтому саму систему ждет переформатирование. Дальше так продолжаться не может. Здравоохранение нельзя привести в порядок, не затронув вопросы финансирования», заключил Павел Молков. Проверять получателей онлайн-займов будут строже. Теперь микрофинансовые организации при оформлении онлайн-займов обязаны проверять достоверность всех сведений по конкретным параметрам. Каким, расскажем далее. С понедельника для операций от микрофинансовых организаций начал работать так называемый базовый стандарт. Теперь кредитор должен не просто проверить паспорт, но и убедиться в подлинности документа. Здесь же и сведения о кредитной истории. Главная же хорошая новость. Нужно точно знать, что кредит берет не мошенник через подменные данные. Микрофинансовые организации обязаны использовать минимум три способа проверки, указанной в документе. Всего их десять. Сотрудники банка рассказали, что нововведения снизят риск мошенничества, когда злоумышленники получают деньги по чужим паспортам. При этом у добросовестного клиента есть возможность оформить заем, даже если у микрофинансовой организации возникли сомнения в добросовестности данных. В этом случае человеку нужно лично прийти и подтвердить личность. Задача нового стандарта – привести все компании к единому уровню защиты, а также повысить качество проверки сведений и количество проверяемых данных. Контролировать, как микрофинансовые организации соблюдают стандарт, будут саморегулируемые организации, а их уже будет контролировать Банк России. Специалисты, кстати, рекомендуют регулярно проверять кредитную историю, чтобы убедиться, что на человека не оформлен лишний кредит или заем, который он не брал. Кстати, два раза в год запросить кредитную историю можно бесплатно. Спонсор ежедневной информационной программы «День города» – это выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Вкусные свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». Наличие детских автокресел и правильная перевозка малышей стали объектами пристального внимания сотрудников региональной госавтоинспекции. С начала года таких нарушений выявлено свыше тысячи. Выписывали ли сегодня за это штрафы – расскажем далее. Документы в порядке, страховка на месте, детей в салоне нет. А вот если бы были, то сотрудник госавтоинспекции обратил бы на это внимание. Сегодня сотрудники госавтоинспекции проведут комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушения правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств. Цель этих мероприятий – напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения к юным пассажирам. Сотрудники госавтоинспекции проверят водителей на примет соблюдения правил перевозки детей пассажиров. Рейды проводят зачастую вблизи школ или на проезжей части в разных районах города. А вот на посту ДПС обращают внимание на нарушения в целом. Например, за весь рейд ни одной претензии к перевозке детей не предъявлено. Зато, например, остановили водителя без страховки. Штраф – 800 рублей. А вот те, кто решил покатать ребенка без детского кресла, заплатят 3 тысячи. В 2022 году с участием детей пассажиров зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий. В результате которых 6 детей и подростков погибли и 136 получили травмы. В 2023 году с участием детей пассажиров зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 26 детей и подростков получили травмы. Погибших нет. Средняя цена детских кресел – 3,5 тысячи. Чуть больше, чем штраф. А их в этом году уже выписали больше тысячи. Сотрудники госавтоинспекции напомнили основные правила. То есть для детей младшего возраста, грудничков, используются такие детские удерживающие устройства, которые направляются головой по коду движения. В данной ситуации, если мы ставим так детское удерживающее устройство, подушки безопасности мы отключаем, чтобы они не сработали. Пристегивается это с помощью, самого кресла крепится с помощью ремней безопасности, а ребенок прикрепляется уже ремнями, которые используются в детском устройстве. Как ребенок подрастет, пересядет в кресло поудобнее. Здесь также его пристегивают ремнями безопасности, а уже для самых взрослых используют так называемые бустеры. Подбирается он, соответственно, по весу и роста ребенка. Самое главное, это то, чтобы стационарный ремень безопасности, который находится в автомобиле, проходил через плечо, грудь и пояс ребенка. С 7 до 12 лет использование согласно правилам дорожного движения можно использовать как детские удерживающие устройства, так и стационарные ремни безопасности. Главное, чтобы рост подходил для того, чтобы ремень проходился правильно и не был травмоопасен для самого ребенка. Также нужно следить за тем, чтобы ремень не был не перекручен, а полностью прилегал к телу ребенка. Правила перевозки детей не самые сложные. Однако меньше, чем за полгода их нарушило больше тысячи водителей. В госавтоинспекции говорят, что лучше один раз потратиться на кресло, чем расплатиться за обеспеченность либо деньгами, либо чем-то хуже. Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусная, а главное, качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Там работает выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» снова в Рязани. На ярмарке у торгового центра «Премьер» можно приобрести рыбные деликатесы холодного и горячего копчения. Ярмарка проработает до 29 апреля включительно. Рыба очень вкусная. Целый год торгуют. Купила, а теперь будем с братом бутербродики делать. Спасибо. Купила рыбец тоже очень вкусная. И горячий копченок тоже. Хороший. Еще что? Чивыча, палтус, нерка, омуль. Более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения, а также слабого посола. На том же месте. Как говорят сами покупатели, в магазинах такого ассортимента рыбы сегодня нет. Да и свежестью-то отличается от этой. Ведь чарующий аромат так и манит к прилавку. Чивычу любят за неповторимый вкус и свежесть. Чивычу куплю. Очень вкусно я ее покупала. Я уже второй раз. Мне понравится очень. Вкусный. А еще придете? Обязательно. Очень хорошая, вкусная рыба. Нравится она мне. По вкусу и всего. Ну как приезжают, так и берем. Сначала одну попробуем, потом другую. Нам нравится. Нам нравится. Очень хорошо. Также в ассортименте мобильной ярмарки икра натурального посола. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами и еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. Вот телевидение передавали, что на первом этаже продается Камчатская рыба. Покушать надо. Камчатская вкуснее. Икра тоже вкуснее. Шустро работает. Не обвешивают. Я купила почти полкило икры. Я у них всегда покупаю. Как только объявят, что с понедельника, я всегда покупаю у них икру. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» до 29 апреля включительно. Мобильная ярмарка с камчатской рыбкой ждет вас. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чабыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 24 по 29 апреля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин